привет всем любителям пошаговых стратегий вы видите и слышите алексея халецкого это значит что вы на канале лёша играет и 5 цила 5 цила в этот раз немножко по-другому я решил нифига себе тут старт но я думаю ставлю за то что вряд ли эта партия долго продлится в том плане что люди поливают когда у меня отличный старт люди обычно ливую то что у нас арабы америка все может тут просто легендарный какой-то старт в настройках да кстати варвары у нас бешеные я хотел сказать к тому что я этот стрим записываю отдельно то есть как бы вот целиком стрим не сохранится если будет интересная игра я ее выложу а если все будут все ли в эти прочими надоело просто что такие вот стримы выкладываются сейчас записываю видео просто записываю и соответственно там чат не сохранится вот сохранится если донаты будете присылать его эти сообщения сохранятся в записи так ну скаут не вот это вот это конечно старт понятно да пантеон на рыбацкие лодки брать и старики нету и гор нету но холмы ну производство вообще завались сиди развивайся прям прям сейчас надо в маяк идти что ли то привет всем чатике особый привет спонсорам канала ядерн максим голота гушек гушекс на превьюшке это аттила и баудика это эта картинка когда выходила гадсон кингс дополни первое дополнение к 5 цире это баудика и аттила как мы тут как все норм да и кстати у нас еще и сложность этот божество то есть варвары должны быть очень суровые я так думаю что нам тут прям честь сто процентов надо взять только не прям с самого начала о чувак уже уже потерял уже сеттлера потерял один из игроков и это у нас поляк опасность игры с агрессивными чудо кажется сейчас будет рестарт обычное дело хорошее место значит кончет пенсию делаете он уже не может его отбить как он его отобьет на этом на божестве ну кстати столица норм вот тут еще место какое-то а дальше пока не видать чтобы призел ага стратегического баланса у нас нету лошадей у меня нету например у столицы ну тут явно еще какой-то город ставится с таким когда вот тут тоже где-то поставим тут и мрамор есть раз два три раз два где вот на место руинки кажется надо в данном случае монумент строить потому что честь надо будет брать еще быстрее мы о население получил хочу культуру золото золото тоже ничего конечно но нам тут надо взях я думаю что нам надо примерно вот до легализма традицию принять а потом честь вообще как-то юнитов надо наверно поднастроить честно поминаю тут агрессивные варвары и уровень и уровень сложности божество поэтому у нас тут могут быть проблемки блин только что-то херовое место вряд ли мне дадут а тут уже гэгэшка вряд ли мне дадут петру построить и самарканд уже кто-то встретил поляк пишет что вернул скаута девятый ход crazy став так чудо так себе я бы вообще тут прямо скажу так минут нужно вообще я бы наверно прямо шел в оптику таким стартом тут маяк очень крут будет захвати самарканд и построить петру блин ну тут все равно по пути какой-то нужен город хочется уже рабочего забрать но мне кажется рановато просто его тут вести очень долго будет и гену уже кто-то сыграл там кто-то ходит с той стороны мне кажется а вот у нас гао тогда в эту сторону пойдем сангай сангай и и так веру от кромлиха взяли и веру от пустыни взяли ну вот вера от пустыни я думаю что на петру можно не надеяться во втором городе ой сангай так близко ну у меня вот это место точно мое да и отсюда уже никто город не поставит придется все таки где-то здесь ставить так не хочется может не ставить зачем ставить если можно не ставить нет тут точно рыбацкие лодки пантеон прям вот без вариантов я тут ставлю меня среди будет 1 2 3 4 5 6 7 ну правда все вряд ли рыбацкая лодка доплывет 8 9 10 плюс 10 производства да но место на два с половиной может быть самарканд мы возьмем четвертым соглашусь скорее надо посмотреть но он скорее всего на побережье конечно скорее всего четвертым так мы уже пора рабочего делать этих амбарников у нас нету у столицы поэтому амбар нету смысла пока строить я тоже думаю что я пока два города поставлю и потом на сколько расширение через войну а с а с кем кизил нам не нужно что проплыва скорее всего нету сангай в другую сторону смотрит вот еще надо успокоиться как бы сангай скорее на нас не нападал потому что давать корее развиваться так себе идея надо посмотреть что тут у него да вот я у него не вижу тут место особо наверное тут какой то есть проход еще да через традицию не ну нам честь надо будет взять с этими с агрессивными варварами оно купится только мы ее возьмем после легализма я видите не хочу далеко ходить скаутами чтобы меня их в не потерять их ну в принципе сангай и америку встретим мне кажется вот здесь конец карты скорее всего мне кажется вот так тут хотя вот это нашел уже кто то может там все таки проход и кто то есть еще да походу я не увижу город его я не думаю что здесь проплыв о виталий фидорчук пятерка за пятерку спасибо большое 5к за пятку ну если бы это было 5к это вообще было бы зашипись конечно это пятерка за пятерку так надо добавить значит в сбор средств так встанем потому что больше урона будет наносить потому что принята олигархия добавляет силу если юнит в городе если город обстреливает когда там когда город обстреливает юнит когда в городе находится юнит так пошел сбор да вот здесь будет неплохой город я согласен может быть и нацик здесь действительно американец явно у кузила хочет спереть рабочего ага а а ну видите у него на море и ему надо вот здесь ставить то есть он куда-то сюда ведет город ставить блин так я сейчас не выйду отсюда если он город поставит ну тут тоже у него нормально просто до пяти жителей выросло ничего не делая даже амбар не построив нормальное у меня тут место ну а правда одного жителя мы в руинке нашли но все равно даже с одним жителем из руинки это выглядит круто так взяли легализм дальше ой 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 я надеюсь что я смогу встать и стоять здесь смотрю нам тут проблемки создают он его не защищает ну что захватывать что мне давать человеку развиваться он сейчас не может поставить город ему где-то вот тут столица все так ливает уже кто-то 15 долларов на петру спасибо спасибо ну давайте чтобы еще этот ливнул видимо мы сейчас заново будем начинать эта партия уже ну блин место интересное это вот к тому что выкладывать не выкладывать вот такое идёт меня копьё наказывать ну блин водить ну я не могу не захватить поселяться это ну нонсенс я понимаю рабочего еще не захватывать но поселенец это ты столько производства вкладываешь тем более он вероятно через традицию да нет я считаю ну мое мнение в пятерке это в шестерке еще можно подумать потому что там все таки поселенцы не так прям ну то есть их легче делать а в пятерке когда ты играешь через традицию ты прикиньте сколько он производство потратил у него города не росли и и вести поселенца без защиты как у тебя копьё есть что это я понимаю что это типа у него война уже до конца но я ему развитие остановил очень конкретно тем более мы ну у нас тут считайте дуэль потому что вот мы от всех остальных отделены горами тут и горами с ггшками тут сейчас пускай побьется об меня копьём своим ну мы должны сбежать вроде уже не сбежим ну ладно удаляем тогда рабочего этим просто отходим тут постоим будем мешаться ему пускай делает нового ведет сюда вообще как-то меня не особо варвары напрягают хоть они агрессивные да проблемка тут с колясками видишь у меня лошадей нету то есть я вот пока только этот город поставлю это 4 коляски будет то есть тут раш колясками у меня не осталось не особо проходит а нет подождите давайте наверное нет я точно открою а потом надо календарь своего рабочего защищу о зато гао увидел не это походу не легендарный старт вот я не вижу чтобы у него много картинок было это у меня тут повезло с с этими рыбацкими лодками так плюс еще 15 баксиков отлично надеюсь надеюсь смогу тут пройти нельзя уплыть в пятерки я понимаю что у нас типа открыта оптика и можно плавать но в пятерке сделано так что юниты могут плавать а подождите это вот этот юнит юниты могут плавать если они после открытия оптики побывали на своей территории вот видите этот скаут у этого есть это прокачка на эмбаркейшн а у этого нет потому что он не был на своей территории тогда ну то есть вот захватив этого поселенца здесь у сангая мы уже его победили то есть я не знаю он не может меня уже в развитии догнать в принципе я смотрю у него тоже лошадей нету то есть у меня может зарашить только метка луками а я сам в них пойду и все так вырубать лес нам сейчас нету смысла хотя блин ладно буду пока у нас пока нечего обрабатывать получается рабочим так рыбацкие лодки где они ну тут вот тут он не может моего скаута убить копьем но он скорее всего приведет сюда город ставить не знаю может сейчас ну я надеюсь еще вылечится на 10 и вот сюда прыгнуть пускай атакует ааа не получилось все он придет сюда городу он будет атаковать меня делаем так стреляем выходим причем я сейчас не буду добивать этого лучника потому что я хочу через 4 хода взять честь и культуру за это получить за убийство варвара он пускай атакует скаута да мы сейчас будем маяк строить прямо после поселенца так рабочего вроде рабочий не захватывается это конечно лагерь сейчас будет генерировать лодок дофига стоим пускай он на нас отвлекается нам надо провести сюда поселенца блин или убить ладно убьем давайте а то он сейчас будет ну много хитпоинтов скаут потеряет может скаута удалить ну кстати да имеет смысл а вот в шестерке раненый юнит нельзя удалить что тоже по моему ну нелогично да то есть почему бы не удалить раненый юнит но зато честно то есть они вот это то что прокачивались юниты на других и ну то есть что люди удаляли юниты чтобы на них не прокачивались они это прочекали из пятерки и убрали и убрали что у нас у нас же нет никакой религиозные вроде да то есть это у кого то чудо ну или нет или еще вот например при на пустыню кто то взял а может быть до хрена веры на самом деле бот основал ладно встану сюда всякий пара он сейчас будет меня атаковать конечно скаута но чтобы не 32 ну то есть не убивает он меня да город ставим 100% так и теперь честь берем честь дает сопротивление против варваров плюс 33 процента ну в общем битвы против варваров плюс 33 процента в ксиле и дает культуру за убийство варваров ну и плюс еще лагеря варваров показывать на территории которую мы открыли так что нормальненькая прикиньте вот сколько он сейчас второго поселенца сделал да чтоб сюда город поставить так а у козила кстати рабочего не брали странно у него у него же как-то юнитов много он уже и у вильнуса украл ну ладно да нехватка счастья но у нас просто Сеул очень большой и мы еще пока ни одного этого не использовали сначала сначала маяк строим а потом рыбацкую лодку несмотря на то что у нас счастья не хватает потому что маяк нам даст как минимум 4 производства сам по себе а потом уже рыбацкую лодку на киты боюсь конечно сейчас прибежит например снизу с ангами тут что-нибудь грабить но он не в курсе что у меня да я даже не последний по армии что у меня юнитов нету так пошла культурка отбиваться ну нам надо этот лагерь убивать хочется конечно его оставить чтобы фармить но он будет иначе здесь нам триремы создавать и проблемы сначала трирему думаешь ну да даже да наверное сначала трирему а потом рыбацкую лодку да так и есть иначе вот с этим лагерем проблемы будут и потом я уверен что в ген-институт еще появится лагерь но мы его слава богу увидим нам не надо не надо ходить взятие чести позволяет нам теперь на открытых территориях нам будут показываться лагеря поставить пока появилось счастье давайте здесь давайте здесь при рему рыбацкую лодку так отойду на минутку так извините тут немножко отходить буду за звук так железо откроем а камень камень я по-моему еще не могу обрабатывать да блин страшно тут рабочий может пойдем пусан пока может камень лучше открыть ну и железо важно походу такое ощущение что не включен страт баланс сам гаймир предлагает интересно видите чем маяк хорош то есть он просто добавляет производство еду и деньгу на клетку просто так без всякой обработки очень круто надо вообще к изилу сходить не великий маяк не надо великий маяк переоценен давайте после рыбацкой лодки караванчик он тем более там у нас плавает блин может еще тогда одну давайте еще одну три ремму сначала ну чтобы этот не разграбил постоим так куда эта три ремма уплыла а вот она так куда эта три ремма уплыла а вот она все таки есть проплыв все таки есть проплыв так надо с лагерем разбираться и надо еще за армией следить не хочет ли там сангай мстить и надо бы конечно ну надо бы вот эти лошадей обработать и реально колясок сделать сангай правда колясками не особо берется но господи вот это армия три ремма мне очень не нравится потому что оно блокирует мне в шестерке не блокируются а в пятерке морские тайлы блокируются юнитом это кстати одна из причин почему на воде не очень прикольно надо ставить города и развиваться сейчас нам минус вино будет нам хотя бы против варваров надо коляски построить я думаю смотрите у поляка который потерял скаута его 10 ходов возвращал у него уже очков больше чем у меня так что все не так уж плохо так что все не так уж плохо против морских юнитов так тут уже лагеря нигде не появятся в этой то есть нам надо вот тут разобраться где у нас лагерь вот с этими три ремами на счастье берем да качественными тут варвары мешают сеулу развиваться конечно так так ну философию урана наверное открывать еще открывать еще давайте коляски звук 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 временами пропадает наверное у меня этот стоит но из гейт и перекрывает да здесь точно варваров не может быть ну там может дальше кто-нибудь но если они проплывут через козил на меня нападать и грабить каравана это будет смешно конечно так теперь надо в козил сходить рабочего украсть ну я бы тут наверное пока три ремы стоял на всякий пожарный красота клеточки да даже несмотря на то что варвары меня тут гадят у меня уже больше всех производства с едой сейчас должно быть вообще огонь кто великую бибу угнал я не знаю угнали ли ее но я в нее не стремился это точно гао расселяется вместо блин варвары просто все у меня тут пограбили все клетки которые я обработал рабочего козила очень далеко так вот теперь можно философию открыть но нам важнее тут держать именно морское место вот тут мне надо стоять чтобы ближе не под если ближе короче он блокирует морские клетки в в радиусе двух клеток варварский корабль любой поэтому мне надо вот тут стоять чтобы на эту клетку не попадали хотя хотя вот здесь можно наверно куда-нибудь вот сюда встать ну да тут нужно ну в моем случае у меня развитие через море поэтому конечно не приятно что он ходит гадит но у меня главные мои то главные клетки вот эти то есть то есть ну потерпим тут у меня всего ну грубо говоря одна важная клетка была вот это вино которое счастье давало сейчас все будет запустим морские караваны и нам собственно здесь уже не особо интересно более что пока у нас лошади не обработаны мы коляски построить не можем а блин козел правда дружочком стал но рабочие нужны и может у самарканда потом лучше блин ладно не буду рабочего вернусь скаутом сеулу у нас тут рыбацкие лодки важнее будут чем скауты не это не козел военную победу просто мы играем на уровне сложности божество поэтому тут и ггшек дофига юнитов и варваров посильнее будут ой а тут нет амбара опа тогда мне не нужен во первых второй караван когда здесь давайте тогда сначала рабочего видимо амбар я забыл что тут амбар не построил то есть город вырос офигительный без всякого амбара прикол нам не нужен тут второй караван потому что там просто не откуда его отправлять будет это скорее всего компьютер набивает армию тут один ливнул все таки божество два хода три возможно после рабочего имеет смысл все таки не амбар а коляску еще хотя бы одну построить а что козел еще хочет денег и великий маяк у сани видимо будем великий маяк все таки строить хотя честно говоря очень неохота объясняю почему потому что великий маяк в два с половиной раза дороже по производству чем обычный эти обычные 50 производства этот 123 блин не хочу великий маяк так строить я наверное просто все таки маяк буду строить как нибудь козел по другому за союзем не не стоит того ну а вот и поляк ливнул я в курсе что великий маяк дает мув морским юнитам хотя можно вот тут и на огонек заглянуть и подписаться если вы еще нет пойдем меха обрабатывать ну чувак пишет что поляк ушел потому что решил что этот на него селится в его сторону так а блин вот я молодец пошел обрабатывать меха когда они не открыты вообще ну тебе тут грабить нечего так надо проверять армию сангая блин давайте после амбара еще или даже не после амбара а сейчас пока нам амбар даже не особо нужен сейчас уже колясочку здесь маяк да блин что вы все религия снова ну у меня правда не капает религия вообще но я надеюсь софию попробовать построить ладно здесь давайте пока ну как давайте сходим посмотрим что у нас тут на этой клетке вдруг там чудо какое нибудь которое мы не видим спасибо еще культурку принес нам кстати и рабочего на всякий пожарный так дальше 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 давайте откроем возможность меха обработать наконец-то нет нет тут ничего кампус на плюс 3 хороший может быть и как сангай расселился но на самом деле с ним нормально на арбалетах будет я бы в арбалеты просто шел еще одна религия что ли ну походу уже все да все четыре я без религии ну тут либо такое количество рыбацких лодок либо религия просто чисто посмотреть что тут лагерь этот кстати убрали так амбар после этого карга шип потом надо будет рыбацкие лодки фигачить не может нет у нас вообще есть рабочие ладно так дальше деньги я вот не знаю понимаете конечно хочется нац нац колледж в Пусане раз он рядом с горой но у нас откровенно Сеул будет просто круче расти он просто круче откуда вот сюда вот ко мне перлись постоянно три ремы вот с какого я думал где это лагерь находится ни хрена нету спрашивается откуда скаута сюда поставлю у меня прокачано два глазика нац колледж тоже думаю что у столь не надо нац колледж не ну караван нам надо сначала построить потом тут у нас еще нету как его в библиотеке приятный скаут на холме с двумя глазами раз два три четыре четыре клетки глядит вдаль пока еще не будет минуса потому что нечетное число в столице у нас у нас взят взята монархия я сейчас аристократию возьму чтобы ну чудеса быстрее строить и вот тут может лагерь появиться напоминаю так как у нас взята честь то мы видим где лагеря появляются на открытой территории так аристократию так аристократию так аристократию Что хочет Вильнюс? Великий маяк, Кызыл Великий маяк, Генуя Храм Артемиды, Исамарканд Великий маяк, да ё-моё. Что, придётся Великий маяк? Донат пропустил? Спасибо, сейчас глянем. Мордашку свою верни. О, 10 баксов. Блин, а чё-то она выключилась, реально. Это... Ребята, а как вы смотрели без моего лица стрим? Я просто не понимаю. Видимо, поуходила большая часть. Ну, в принципе, я понимаю, что большинство приходит именно на меня, посмотрите, а не на игру. Спасибо, Кирилл, за 10 долларов. Так, линолеум у нас на месте, и он араб. Красота. Рыбацкие лодки фигачить надо теперь. Ну, а тут нацколледж делаем. Следующим ходом будет плюс 8, к счастью. Отремонтируем вино и меха. Закрывали глаза и представляли моё лицо. Ну... Хоть как-то. Ну, напереживались, да, конечно. Извините, извините, постараюсь больше так с вами не поступать. Может как-то... Может как-то... Я вот думаю, может... Вот так... Ой, нет. Не то. Эээ... Может как-то вот так сделать. А... Игру... Типа вот так... Где-нибудь. По-моему так... Веселее, нет? Ой, сейчас... Ой... Спасибо. Плюс 4... Плюс 4. 7 счастья. У меня даже нет особо каких счастья там 3-4 город встать. Ну, тут мрамор будет. Тут, наверное, всё-таки придётся поставить город. Всё равно, хотя Петру... Петру никто не пос... А, я не всех встретил. Не факт, что никто. Чисто луговой, блин, не знаю. Или, блин, Самарканд брать. Или... Сангай. У меня тут столько возможностей, но... Или Кызил. Кызил тоже ничего. Так, кто Артемиду построил? Араб. Рабочих надо. А, ну, вообще, да. Мы же на божестве играем. То есть, у Бота, получается, там у ГГшек до хрена юнитов. Ну, значит, Арбы и Сангай. Не выделываемся. Самарканд хороший. Я забыл, что мы на божестве играем. Там у ГГшек юнитов завались... Самарканд ещё, вы смотрите... То есть, Самарканд... Получается, Самарканд и Кызил, на самом деле, можно взять нормально. Но фрегатами. То есть, это чисто во фрегаты идти. Да висячку уже строит явно кто-нибудь. Можно не телепаться. А, у нас оставшиеся игроки, значит, американец через волю, а раб через набожность. То есть, на самом деле, висячки, если не компьютер, то может строить только Сангай. Который, наверное, вряд ли строит. Ну, блин, сначала надо нацколешь. Я попробую висячки, но нацколешь для нас важнее. Извините. Так, зайдём, наверное, в гильдии. Там надо выставлять очередь, потому что, ну, способность Кореи, когда вы строите здание на науку, у вас буст науки даётся. Соответственно, нам надо сразу ставить. Не, ну, в этом городе мы чисто фигачим рыбацкие лодки. Потому что у нас пантеонные рыбацкие лодки. Это плюс производства. Там это просто надо. Просто покажу, сколько тут юнитов у Самарканда должно быть. И плюс ещё за счёт сложности, ну, у них больше силы будет. Там, плюс какой-то. А на меня тут не влияют, понимаешь? Тут вот Гао, только если на Сеул будет влиять, и то не скоро. Так что я думаю, что этот пантеон долго у меня будет работать. Хотя нам ещё дороги надо бы провести между городами. Да, эти дороги надо. Я буду эту... Смотрите, у меня Сеул сам должен... Блин, не хочется мне этот город ставить? Вот честно вам скажу, не хочется. Уже и в четвёртом радиусе Сеул сам мрамор возьмёт. Просто идти в арбалеты, сносить Сангай, забирать вот эти города. То есть Гао и Тимбукту оставим себе. И брать... Брать просто морскую инфраструктуру, вот это вот всё. Опа, статуя Зевса кто построил? Американец. Ну, у американца там, наверное, этот поляк-сосед будет на него. Ну, тут хотя и Сангай тоже. Ну, нам точно надо идти... Так, хлопок. Нам медь нужна. Нам надо... Нам надо с Сангаем торговать. Нам точно в арбалеты. Тут нету морских цивилизаций. То есть нам на кого-то нападать по морю не надо. Надо просто Сангай забирать. И всё. Ну, кстати, Вильнюс ещё и медь хотел как раз. Прыгни скаутом на холм возле Гао. Да, давайте. Вот компьютер, конечно, всю малину портит. Мы не знаем, сколько у соперников армии. А, всё равно вот сюда надо прыгнуть. Это сделано, что мы отсюда уже увидим. Кстати, как раз вырубить можно будет лес на... На висячки. Попробуем. Почему нам тут висячие сады нужны? Потому что у нас реки нету. Мы получим бесплатные сады. Аначе у нас будет минус 25% генерации великих людей. Как я и говорил, стрим этот не сохранится. Но я делаю запись игры. И чтобы решить потом выкладывать её или нет. Это паузы делаю тоже. То есть, как бы, не записываю вот эти мои отходы, заходы. Так я вот придумал, что после партии, вот она там может через пару ходов закончиться или быстрее, вы проголосуете выкладывать эту игру на канал или нет. Вот, по-моему, будет прикольно. Нифига себе, ещё и руинки. Ух ты, я рыцаря получил. Вау. Тут ещё и руинки можно... А, это перс просто. Прикольно. Ну, теперь можно... поторговать и с арабом. Блин, я вот думаю, что всё-таки в этой партии взятие чести не особо... Ну, то есть, сколько я убил? Четыре или пять варвара? По-моему, не отбилось взятие чести. Вряд ли они тут ещё появятся. Так, я думаю, пора дорогу делать. Этим... А этот пойдёт мрамор. Первый по еде двумя городами. И второй по производству. И проигрываю только волевику. Там сколько он уже городов поставил? Пять. Шесть. Так что у меня очень всё... Огонёк. Огонёк. А чё перс ливнул интересно? Решил, что в соседях араб неинтересно, что ли? Он... Ты же его мог вынести до этих его лучников на верблюдах. Не, вот это, конечно, просто имба. У Сани ещё можем эту клетку купить. Мрамор будем попозже. А по-моему, счастья сейчас дофига. А мрамор в четвёртом радиусе, он не будет влиять на скорость создания чудес. Он просто только счастье даст, поэтому нам лучше тут дорогу строить. Не, мы решили... Я сейчас ещё раз напомню. Тут... Уровень сложности божеств... Этот... Последний божество. Поэтому у городов-государств до хрена юнитов. Их захватывать тяжеловато будет. А... Игроки играют на своём уровне. Может кто только сейчас подошёл, но я у Сангая поселенца захватил. То есть он уже отстаёт в развитии. И он потом ещё настроил. То есть он... Он в арбалеты... Вот смотрите, он поставил 4 города. Он в арбалеты хрен когда выйдет вообще. То есть тут точно арбалетами... Сангай выносится. А у меня до арбалетов 8 ходов. Я думаю даже быстрее будет. Вернусь уже рыцарем домой. Кайп помогает. Рыцарь меня сразу на второе место вывел. Веру не могу помочь. Козел. Торговый путь. Так вот то, что мы висячки построили, это вообще замечательно. У нас получается есть теперь сад. Так, давайте... Я даже не буду делать заранее метколуков. У меня денег... Ну, два можно сделать. Двух. Потому что у меня на ап только двоих будет. А потом арбалеты... Так... Строить. Внутри городов. Денег не... Ма. Надо будет с Джене начать. Сначала тут вообще легко, мне кажется, берется. Одиннадцать силы, это... Говорят оставить, потому что тут слоны, но нет. Я оставлю только на побережье. Чтобы у меня морская инфраструктура тут... Работала. Так, сколько у нас еще клеток не обработано? Раз, два, три. Мне еще как минимум четыре рыбацких судна надо. Ну, не как минимум, а просто мне надо четыре рыбацких судна. Не, я уже рабочего захватывал. Я не хочу портить отношения с ГГшками больше. Ну, вот, смотрите, вот наберу Гену и сколько армии. Вот, прикинь, сколько ее брать надо будет. Например. То же самое у Самарканда. То же самое у Кызила. Ладно, поехали уже. Метколуки. Или, подождите, я сейчас два за два хода. Это четыре хода. А арбалеты пять. Просто они будут сейчас требовать денег на содержание. Там надо один ход что-то... Во! Рыбацкую лодку один ход строим. Охот корейцев в Мали. Ну, да. Ну, мне понравилось, во-первых, Сангай не ливнул, когда потерял поселенца. Он как-то так смиренно заключил мир и дальше продолжает играть. У Кызила, у Кызила. Вот тут я... А, подождите. Или я не спирал. Я... Я тогда задружился с Кызилом и решил не воровать у него рабочего. Точно. Вау. Я и забыл совсем. Ну-ка, я перс построил. Я приходил, мог своровать, а потом как-то задружился с Кызилом и решил, что мне культура важнее, чем рабочий. Вот так было. Точно. Вадим, здорово. Я не знаю, кто сейчас выйдет вообще рабочий погулять. Тут, смотрите, все клетки обработаны, что в Самарканде, что в Генуе. Это надо ждать. Всего два города, потому что летим быстро по науке в арбалеты, чтобы арбалетами забрать Сангай. Ну и кроме того, больше негде города ставить нормальные. Да, мы тут рабочего не захватили, просто уже ГГшки обработали все клетки, понимаете? Подойди к рыцарю, подойди рыцарем к Сангаю, пусть он обоссытся. Вы так с людьми тоже в реальной жизни делаете? Чтобы они обоссывали? Зачем, зачем мучить людей? Просто. Не вижу смысла. У нас еще и мучипик, что нормально так денег даст. Возможно, теперь имеет смысл даже отложить. Пока открытие арбалетов. Что, хотя бы три сделать, да? Давайте в мастерские пока. В Пусане тоже метка лука. Кстати, колосс. Я про колосс вообще забыл даже. Так, а может здесь вот так пока дорогу вести, чтобы выходить было быстрее? Или пока... Ладно, давайте пока... Все равно здесь дорогу буду делать, но начну с рудника. Так, следующим ходом заработает. Ну, короче, посмотрим сколько у нас плюс по деньгам будет. Пока хватает на апп только двух арбалетов. Они 70 монет стоят. То есть, три арбалета это 210. Американец человек. Сангай, Америка и арабы люди. Плюс 19. Ну, на три нам хватит. На три. Давайте... Нет, сколько арбалет тут... Ой, не арбалет. Это композит два. А давайте по-другому сделаем. Вот сейчас мы открываем тогда арбалеты. Эти превратятся в арбалетов. Уже нету смысла откладывать. Думаю, нам шести арбалетов хватит. Ну, я второй по армии даже без арбалетов уже. Ну, что... И понятно, что Сангай выйти в арбалеты очень далеко. У меня еще не обработан мрамор. То есть, у меня еще запас по счастью есть. Тебе что-нибудь дает, когда колокольчик включать на твоем канале? Ну, типа, вам оповещение приходит, что у меня видео вышло. Вы идете, смотрите. Просмотры дает. Доход маловат. Нормальный. Плюс 20 нормально. Кстати, компас еще повысит, да? Угу. Нам пока мастерские, я думаю. Потом по дукацию пойдем. Эти превратились в арбалеты. Вместо того, чтобы за деньги их апгрейдить, так достроим. На каштан спасибо. Вадим. Еще. Сколько это? 0,74? Правильно помню? Да. Добавим. Леха, Леха, мне без тебя так плохо. Ну, неплохо вам без меня, на самом деле. Вам хорошо с Цивой. 0,73, понял. Блин, ну перс еще колосс угнал. Вот это жалко. Ладно, мы в другое идем. Мы идем в арбалеты, так что... Ну, я пятью арбалетами уже начну, а зато будет пятый. Я уже с ним начну нападение. Ревак пишет, что вместо того, чтобы... Ну, новые верования добавить апостолам, распространил религию в свою столицу. Да, такое бывает. Ну, теперь буду дорожку, но... Мне кажется, тут важнее клетки обрабатывать, чем дорожку строить. Так, юниты добегут. Всего двумя городами отстаю на семь производства от шести городов волевика. Да? Значит, у нас очень круто тут все. Да. Да. Ну, он нас увидит уже, я думаю. Прятаться нету смысла особо. Тут дорогу надо перерезать. Поехали. 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 Следующим ходом берется город. Ну, или копье он сейчас сюда поставит. А, нет, он решил со скаутом разбираться зачем-то. Жене уничтожаю. Поехали. 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 carriesăn там CGI, было бы атаковать. Блин. А я сейчас возьму... Закрою традицию и это посчитается для Джина экведуком бесплатным, да? И какая разница Я же все равно эти захватывать буду, оставлять Просто интересно, да? Реально Акведук там появился Давайте Ноттердам попробуем Ну что, скаут Ухана, наверное Постоим Я просто не могу убежать, что вот я не атаковал Тут хотя бы джунгли добавляют защиты Я надеюсь, что я это копье убью О, у меня тут Караванчик я пограблю Отлично Мне показалось, что это у меня Пророк появился А он, конечно же, не может появиться, потому что Четыре религии уже приняты Да Караванчик сейчас плюс еще 100 монеток Приятно Приятно Практически донатик еще Что, хватит мне 6 арбалетов? Ну, 21 Я нету не Не стены Ну, на холме, правда Так Надо понять, где нам Размещать юнит Ну, получается, надо вот сюда еще ввести Сюда и сюда ставить Ну, я еще раз повторю Сангай, в общем-то, проиграл Когда он Поселенца Потерял Если бы он даже дальше Упарывался Вот, например, он бы пошел Ну, то есть Он бы мог только мое развитие Затормозить Но не Обыграть меня в дуэли здесь Плюс 100 монеток Так Сломаем дорожку Поменяемся Каравити Не Подставляюсь Под Выстрелы Гау Если уже Входить сюда То большим количеством арбалетов Так У нас еще Несколько рыбацких лодок Свободны Давайте Доделаем Это все-таки Производство А, у нас Джин А, Джинэ Я думал, я уже могу Так Сколько у нас рыбацких лодок Надо? Две, да? Не, на самом деле Три еще Вот это Я бы уже купил В ту сторону Ну, давайте мы так и сделаем Все-таки Неплохая клетка Блин А вот уж Американец у меня Пшеницу тут выкупил Нехорошо Че вот тут дорогу сломаем Ну, чтобы По пересеченной местности Он не мог нормально перемещаться Если он поведет Какую-то армию Стагаза Так Ага Это не холм Да Так, тогда мы следующим ходом Будем сюда заходить Сюда Надо, наверное, обходить Этой сюда Этим еще Вот этой Пойдем еще сюда Вот как-то так 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 Еще одну рыбацкую лодку Осталось Сделать Уже не вернуть Пшеничку Взад Кто-то интерес Тоже перс Что ли Построил Нет А, это Не встреченный нами Ну, это тоже Компьютер Так, давайте Может подставим О Подставим Рыцаря Пока Во, он его Обстрелял Два раза Отлично Входим 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 Я тут полечусь Рыцарем Пока буду обстреливать Я явно Какой-то арбалет Потеряю Но Город Вроде Должны брать Здесь Пора Наверное Гильдю артистов Сначала Потом Айронворкс Хренаси он Этот Посткликер А, блин Он здесь Не разграбил Придется Теперь коня Какого-то Строить А может Купить 280 Нет Придется Строить Как он успел Убить Мне Рыцаря Это надо было Двумя Выстреливать Понимаете Красота Красота Наконец-то Мы полного расцвета Тут достигли Каев Каев Идем Каев Хренаси он Каев 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 Ты Каев Каев давайте на всякий случай еще два коня сделаем мало ли надо быть уверенным карман не по дороге бегает сейчас бы еще 100 монет собрал до 1 промка без золотого века кстати еще одна из причин забирать гао чтобы его религия не распространялась аж заберу священный город и соответственно его влияние намного уменьшится ведь я тут я получаю сейчас плюс 9 то есть чтобы не распространялось и соответственно не ушел мой пантеон на рыбацкие лодки как я прокликал перья быстрая рука на этом сервере так здесь ладно цирк давайте а к этому арбалету не оба что полечиться видимо скорее всего будет минус этот арбалет это в первую очередь им обстреливаем город это нормально почему это не морской караван да кстати кстати а почему это не морской караван какая причина пускать ему это наземным а не морским ой что по идее должен следующим ходом брать этот раз два и три генерала наверно или поведем давайте поведем а думаешь агрессивные варвары ну блин у него такая территория что можно защитить нет хотя если в моем понимании он тимбу тимбукту дебильно поставил ему надо было на медь ставить и все и пускай тут караваны в этой бухте я не знаю почему он сюда поставил какая разница чтобы две рыбы дополнительно так он их и не взял тут у него тоже рыба была то есть ставишь на медь и две рыбы и караваны вообще защищены а а а а а а а Не успел ему ОГГ написать Он меня даже так и не убил арбалет этот, между прочим Он видимо сидел, ждал, когда я подойду конем, чтобы коня атаковать, чтобы я не смог забрать Гао Опять же, единственное объяснение Что у него в Гао? Храм, святилище, библиотека, рынок Чисто чтобы монетки получить с лагеря, разграбил Так, я могу, конечно, захватить рабочего, но у меня тогда, наверное, коня убьют Это на болоте Жалко Он даблшотнул в коня все-таки Американца будем сносить, но он как-то за горами, как-то не самолетами тяжеловато его сносить, нет? Как к нему пройти? Поведу дорогу к столице Сжечь Тимбукту и нормальный город поставить Зависит от того, что там в Тимбукту самом Уже построено будет при захвате Знаете, что надо, наверное, генерала дождаться Еще можно отплыть вот с этой стороны Еще высаживаться Да, вообще, хотя имеет смысл Тут Тут высадиться О, Польшу встретили ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА нам бы еще циркус максимус до аннексии гао построить хотя может и нотердама хватит потом построим уже кто-то в ренессанс на тарапе персия это не кто-то из моих соперников до персия а так персут и отправить я думаю шпиона так как тут проплыть чтобы тимбукту нас не обстреливал следующим ходом заходим я думаю фига тут гэгэшик 1 2 3 4 5 6 7 8 еще 4 не встретили фига она будет сюда высаживаться видимо фига да ну из оставшихся игроков у нас тут лучше всего конечно я не знаю как меня может американец напрячь играет тесто предлагает здесь торговые посты по что город по марионетка они аннексирован что тут ну очевидно что тут ферму надо прямо вот в этом месте это прям сто процентов тут может быть еще можно было бы подумать по поводу торгового поста ну так хорошо да ну тимбукту должно падать коня убить не должны она аннексируем уже голом доделаем еще уходом нотр-дам но и вряд ли его кто-то строит а вот здесь надо нужные нам здания начать строить доделаем а тут ничего нету 5 жителей и ничего не поставлю наверно сжигаем на хрена он нам такой нам тогда лучше здесь свой поставить реально на меди и спокойно эти два города отъедать до все ули давайте сразу поселом один ход как раз до до универа так золотой век не запускаем наук на улице две сосиски подрались корейские музыканты в циве будут петь кей-поп конечно будут опа гаданом стайл но пока их еще нету здесь так что пока не поют а дариус замышляет что-то против линолеума что постелить его ванной что может замышлять и и и и и и и и Так, сейчас у нас универ построится Мы опять как-то ускоримся Давайте компас ради караванов Еще одного каравана Ну и плюс это к рыбацким лодкам выхлоп Потом наверное рыцарей Потом тут пойдем Наверное имеет смысл Во рту И сносить Американца артой Он же явно отстает Ну то есть тут у меня соперник только американец Потому что араб у нас через набожность играет Это означает что он не соперник Конечно страшно его эти верблюды Но к тому времени как они ко мне придут у меня как минимум будут Например эти мушкетеры Ну как их Брачник Как они тут называются по-русски И это уже Ну можно стоять Это если они появляются в тот момент когда у тебя рыцарь и арбалеты Это да А тут чувак через набожность Аркебузиры Да Аркебузиры Ой Может сказать это газу оставить в качестве марионетки Чтобы отсюда нападать на американца Как думаете Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Блин а как к ней так подобраться Это болото конечно неприятненькое Почему арбалет прошел а генерал нет Что тут у Вильнуса где-то хрен высадимся на самом деле Там же все будет его юнитами заставлено Вильнусскими Скаута корабу поставить Ну Имеет смысл да Маешь рацию Ну Наверное, можно уже эту дорогу починить Кстати Что я тут поломал Я, кстати, по-моему, за неё даже платить не буду Вот за это, пока она на моей территории не будет Потому что не я построил Плюс у нас всё-таки Мачу-Пикчу Которая снижает содержание дорог Дорога, дорога, ты знаешь так много О жизни моей непростой Так, время апаться в рыцари Следующим ходом Смотрите, а мне точно Точно ли мне нужна арена? Ну, в принципе, из того, что тут есть А, вот каргашип давайте лучше Мы сейчас перебросим там в Гао вот это А, подожди, а тут амбар есть? Там бара нету Тогда арена Ну, я хочу, у меня два каравана Я хочу Гао и вот этот новый город Который я поставлю, чтобы они между собой тут Торговали Упориться в защиту А как ты будешь против Я ж не пойду сейчас на него арбалетами А как он собирается против арты, например, сопротивляться? Вот как Чикаго, например Вот я ставлю вот здесь арту Ну, сначала, конечно, Атланту надо взять Но Атлант тоже, точно так же Вот тут где-то арта ставится А Чикаго вообще не может от арты защититься Вот тут ставится арта И откуда-нибудь отсюда прибегают рыцари Арта стреляет через горы, если вы не в курсе А чтобы не видеть Чикаго И шпиона достаточно посадить Фестер тюрн, плис У На левую клетку от Тимбукту Так у нас же идея сюда поставить Чтобы вот в этом Чтобы можно было вот сюда поставить Один кораблик И вот эта бухта защищена От любого Воздействия В этом же идее, что мы сюда ставим А тут как? Тут будут приезжать и грабить У нас еще инженер Может тогда заглянуть Сначала в эту В Ленинг Тауэр оф Пиза Раз у нас инженер появился Возвращаюсь Возвращаюсь Да, вот эта армия выдвинулась. Эйфель. Александр Густав Эйфель. Да нет. Вильнюс объявил войну. Ну, это что, Сангаеву подговорил? Я только подумал, у меня тут стоит генерал, а тут куча юнитов Вильнюса стояла. Сейчас мне Вильнюс объявит войну, будет жопа. И она произошла. Просто в защиту, наверное, встану. Не должны вроде арбалет убивать. Так, давайте, наверное, караван. Я просто куплю в ГАО амбар. Тут, кстати, они отдают, слушайте, бесплатные монументы. Я к виду, как зашибись. А, ну тут правильно, потому что он четвертый город. Третьим был вот этот захваченный, типа. Все верно. Ну, я в курсе, что я снесу ГАО и станет... Не ГАО, а Тагазу. И Вильнюс станет нейтральным. Все неприятно. Там куча юнитов, могут что-то убить. Оставляем марионеткой. Я точно отсюда хочу нападать. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Kunden DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Дальше Что же Дальше Дальше Ну, демография мне, конечно, сейчас должна быть вообще огонь. Блин, почему у нас рассинхроны в каждый ход, хотя три игрока осталось? Волю, зачем нам волю открыть? Пирамиды уже построены, зачем нам воля без пирамид? Я знаю, что конь плавить умеет, я хотел через Польшу посмотреть очертания американца, ну и Польшу открыть, жалко. Не, рационализм, не, рационализм, exploration нам бы еще взять, не. В данном случае рационализм идем. Скорее, потом может как-нибудь exploration. Тут производство как-то американца. Ну, кстати, gunpowder кто-то открыл, но это перс, скорее всего. В банковское дело вообще до хера вышло людей. Странно. А зачем? Нам надо, наверное, к себе вернуть шпиона. У перса мы вряд ли что украдем. Вот ко мне точно будут сажать шпионов, араб и американец. Ну, ну, вот, ко мне сейчас. Кого? Кого? Поехали! Кого? Кого? Ну, вот, ко мне, это по-другому. Неудачно меня как-то Генерал, что я хотел как раз болото тут убрать Нашествие зерооастрийских миссионеров Так Что предложить? Религии у нас нет Может культура от чудес? Какая культура от чудес? Вот это читерская С Поларсен Резиденс Она хреново работает И отстающие Очень хорошо могут догонять О, смотрите, убил американского Шпиона в Сеуле, зашибись Пока ждем строительства амбара Так, а вот тут может быть Ученого Взять Или еще инженера И, например Бранденбург Заинженерить Да, наверное, так и сделаю Нет, зачем идти в индустриализацию Если мы, выйдя во рту Выигрываем игру О! Чувак уже на верблюдах ко мне скачет Блин, хера тут стоит этот Вильнюсское копье Гамилькар Барка У меня генерал Привет Карфагену Сюда поставлю Святыню Да, кстати, апнуть дуболомов Столь не хорошая идея Опять рассинхрон? Нет, вроде нет А у меня железа нету Как я хотел фрегатами кого-то атаковать Если у меня в... Смотрите, у меня пять городов В которых нет железа Вот Источник железа Только Вау А как мне апать дуболома? Ну тут явно не стратегический баланс стоит У нас лошадей не было у столицы И железа нету у столицы Блин, не знаю, что тут строить Рыцарей может еще Ну здания вот эти никакие мне пока не нужны Ну бараки чуть позже будут нужны Все остальное Ладно, можно, кстати, зоопарк Всего четыре части осталось Но он не идет Видите, он просто расставил тут юниты Боясь, что я к нему приду При этом у него денег нет Содержание на юниты уходит Зачем? Никто не знает Я вот тут где-то поставлю еще дуболомы Чтобы Варвары Если и появятся То чтоб не прям Не на Ну да, читаю Ча твича Слегка В портах для линукса и мака При хосте бывает баг Когда слетает страт баланс Ни хрена себе Какие интересные баги Не, не дотягиваюсь До этого вот не дотягиваюсь Надо какой-нибудь ггшки посмотреть Может засоюзить С другой стороны, нет Она не железа Нужно только чисто Чтобы этого дуболома апать С Дариусом можно Крабики Поторговать Он не хочет Ясно Так, железо Кызил Железо Тир Кызил и тир Что они хотят? Кызил Вера Это мы вряд ли Выполним караван Тир Какой-то лагерь Ой, это далеко Линолеум нападает На Самарканд Ага Он все-таки Наделал своих этих Ну давай Ну в принципе должен брать Но тяжело ему будет Тем более Всего три пока Мне кажется Все-таки Не должно у него Получиться Ну посмотрим А, у ботов Точно Что-то я забыл Совершенно Можно? Почему нельзя? Мы же не знаем Торгуют ли Мои соперники С ботами Поэтому можно А что так Три золота В ход Много А если я тебе Лошадей Больше Дам А, у меня Их всего два Ладно Хрен с тобой Америка Араб Друзья Ну Короче Планируют меня С двух сторон Ну я не зря Во рту пошел Во рту Я от них буду Точно отбиваться И даже Возможно Короче Сейчас Предстоит Сейчас меня Два смычка С двух сторон Будут Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Этого я Чувачка Не увидел Здесь Ахимедзи Ахимедзи Построили уже Да Давайте Давайте Стены Раз тут Выглядит так Что они Планируют На меня Нападение В религии Построил три верблюда И все Уже Весь мир У его ног Смешно Давайте Посмотрим Как Как ему Еще Наваливают Нет Ничего Не делается Ладно Может Сначала В красный Форд Зайти Ну тут Приятно Что Добавится Производство От холмов Так Как-то он Мимо Самарканда Идет Может Пора Бараки И Может Эти Аркебузиры Делать Ну да 42 Мощи Это Тяжеловато Даже Ну просто Они Он бы Брался Если бы Он умел Им Воевать Но походу Мимо него Идет Ко мне Так что Ожидаем Он кстати Второй По армии Американец Видимо Американец Подговорил Араба На меня Нападать Но при этом Сам ничего Делать Не будет Правильно Самая Лучшая Тактика Поведения В пятой Циве Да в любой Кого-то Подговорить Напасть Хорошо Что они Не рядом То есть Американец Ему там Например Армию Не поставляет Знаете Не знаю Перебрасывать туда Генерала Не перебрасывать Наверно Надо Да Американец Да Американец Отыгрывает Америку Это точно Нет Он все-таки Хочет Самарканд Брать Ну давай Ну вот просто Вот что он делает В чем Идея Верблюдов Что ты подходишь Стреляешь И отходишь Чтобы не получать Урон Вместо этого Он ставит Верблюда Прямо Под Самарканд И соответственно Его будут Убивать Я сейчас Таким макаром Начну Самарканду Помогать Отбиться Так Может сказать На производство Отправить В Сеул А не На еду У верблюда По-моему Пять Но он В данном случае Через реку Походил Как-то Дебильно По-моему Пять У них Мувпоинтов Или четыре Или пять Четыре Ладно Четыре Но этого Тоже нормально Если у вас Даже со стеной Можно Более-менее Ну не знаю То есть он Нанес урон Который сейчас Восстановится За этот ход Не знаю Может он изображает Что нападает На Самарканд На самом деле Он сейчас Хопает На меня Но я готов В общем-то Нет Самарканд Самарканд Атакует Видите Он Тут еще У Самарканда Так Холмы Сему Приходится Прям К самому Городу Установится Установится Сюда Сюда Хорошо Почему Самарканд А не Генуя Очевидно Зороастризм Зороастризм Ну как минимум Пагоды Можно купить И храмы Счастье Отдают Ну вот Даже Даже Не ранен Самарканд Понимаете Он восстанавливает Заход Все что Ну сейчас Он правда Двумя Верблюдами Обстреляет Вот куда Вот он этого Хочет Почему Он сюда Пришел Куда Он его Хочет Запихнуть Ему Надо было Сюда Становиться Так У него Пропадает Вот Таким Нападением Пропадает Сама суть Верблюда Что ты Типа Стреляешь И отступаешь Да Конюшню Надо убрать Да Я знаю Что есть У меня пока Нет Туда Рабочего Отправить Уж так Это не Джине Это Джинджу Джине Тут нету Города Это не Бывший Город Сангай Это Мой Город Поставленный Вот Как раз Там Где Дорога Там Был Город Сангай Бывший А зачем На него Нападать Я считаю Что Араб Здесь Не Конкурент Здесь Конкурент Оставшийся Это Американец Собственно Мы идем Во рту Чтобы Его Вынести И все На этом Игра Закончена Будет Если мы Конечно Сможем Его Вынести Нет Ушел Мой Пантеончик Вкусание А что Протестантизм Мечети Дает Да Давайте Купим А что Меня Кстати Не Обращает Этот Тут Был Апостол Персидский И не Обратил Араб Поднимает Уровень Верблюдов Ну Блин Я как бы Уже тут Нехило Далеко Я понимаю Если бы Мы наравне Шли По По Развитию Просто Их тут Потерять Можно Сейчас Мы Следующим Ходом Начнем Уже Пушки Строить Давайте Я даже Наверное Как-то Так Сделаю На Один Ход У меня С этого Театра Глобуса Писателя Дали Разве он По-моему Еще ни одного Верблюда Не потерял Мы тут Убивали Метка Лука Еще Кого-то Но Это уже Минус Верблюд Будет Следующим Ходом Экстинку Кто Построил Оляк Блин Блин И в столицу Ушел Пантеон Эх Жаль О Гроссман 2000 Спасибо Большое Спасибо За Циву По пятницам И тебе Спасибо За 2000 Большое Спасибо Так Удобрение Или нет Давайте Сначала Тут и Редфорд Попробуем Построить И вообще Уараб Смог у меня Спирить Теху Американского Шпиона Мы убили Так вот Тут надо Сначала Все-таки Зоопарк Не Обсерватория Ради Если сюда Заходить Тут надо Ради Вот этого Морского Порта Заходить Обсерватория В Пусан Приятный Бонус Но Откладывает Арту Которая Нам Игру Выиграет Блин Я забыл А чеченицу Не я же Построил Да У меня Сады Пиза И Ноттердам Мечеть Я купил Почему Перстник Как не может Мне Джинджо Обратить Интересно Он Видите Он Вылечил Верблюда И отошел Ну Не берется Он Тем Как он Делает А Гену Он Бывал Ладно Пускай Занимается Человек О Наконец-то Тут просто Пагоды Можно Купить Тогда Пагоды Это Плюс Два Счастья Так вот Теперь я Этого Отправлю Дорогу Убрать Ну вообще Джинджо Обрабатывать Блин Нам банда На Нариву Засоюзить На самом деле А у него Союзник Знаете что Я наверное Проще Сделаю Я просто Буду Чикаго Атаковать Вот тут Вот тут Расставляется Арта А отсюда Там Рыцарями Или Кавалерией Захватывается Вот и все Будем изображать Что мы Типа На Атланту Идем А на самом Деле Почему Снотром Несчастье Потому что Города Большие Их Много Ой Я почему-то Думал Что я Генералом Хожу Как хорошо, что я тут город не поставил А хотел же Или возьмет он Самарканд Ну вот видите, вот эта идея Что он атакует, отходит Вопрос, пойдет ли он дальше на меня Ну блин, у меня уже такая Такие юниты, что мне его Эти не страшны Ему надо было быстрее это делать Если он хотел на меня нападать Америкой вообще торговать нечем Кстати, а он кому-то крабов продал Мне он не хотел продавать даже за два ресурса А кому-то продал Перс Да ты прикалываешься Ну, хоть за три продал Вот это, видите, плюс 50% против городов О, не убирается А, так тут просто руины Здесь просто руины, а не дорога А, так тут просто руины Реально, все-таки берет Самарканд Жаль Ну, да что поделать Вот вопрос, на меня пойдет Или Или на Геную А с другой стороны А нафига ему Самарканд Если он не пойдет на меня Ему тогда было на Перса нападать Вообще Обманочка Да не, он долго Ну, просто Я даже не понимаю Зачем Во-первых, он очень долго Обходил вот так вот Потом вот так делал Просто Я даже не очень понимаю Зачем ему этот Самарканд Офигад Смотрите, что делал Командир Офигад Офигад Захвачено Пять Пять Кэмелов Ну мне надо, кстати Лансеры неплохо будут против них работать Рыцари Либо кавалерия Каравелла Араба где? Это не Каравелла Араба Он не мог в Каравеллу уже выйти Просто никак Это Тира Вот Каравелла Перса я вижу Но Перс Компуктер у меня тоже не будет У этих, по-моему Хотя Мекка на побережье Ну пойдет на меня Я готов В принципе Сейчас надо Начинать Лансеров строить Ну плюс у меня Орбов дофига Идем в Бранденбург А у меня лошадей нету Идем в лансеров Да Точно У меня два рыцаря И лошади закончились на этом Кто мне продаст Лошадей Одна лошадь у Дариуса Четыре у поляка За мрамор Что-то как-то Жирно, нет? А мне ничего больше Вам предложить Не, за мрамор Как-то я не хочу Не, красный Нам точно Бранденбург нужен У нас есть инженер Так, давайте тогда Какие мы юниты Будем строить Ну я бы тогда продолжил Бы пушки А он Гену решил Я не знаю Чем занимается Араб просто забирает Зачем-то города Государства Не нужно ему Лучше бы он Перса забрал Вот честно Я вижу Что тут есть лошадь Но если мы ее обработаем И на нас араб нападет То он ее разграбит И у нас будут юниты Со слабой защитой Смысл нам обрабатывать Эту ложу Или строить юниты Которые потом будут Ну и которые не будут работать Это потеря производства Нам просто везет, что араб Какой-то херней занимается Ну, то есть Я опять же повторю Я не думаю Что он бы нам Нас захватил А то, что Мы бы затормозились Конкретно Забирает ГГ Чтоб от меня Станы и города защищать А как А что я ему могу сделать Я реально далеко от него Он что, думал Что я на него буду нападать? Софию Мы походу Всех встретили Субтитры Араб уже вторую теху спер. Да, блин. У меня там прокачанный шпион сидит. И араб у меня прет техи. Что за фигня? Он только сейчас в Ренессанс. Ну, то есть, он точно не в Каравеллах. Он, видите, у меня спер теху, выйдя в Ренессанс. И что он взял? Ну, либо печатный пресс, либо ганпаудер, я не знаю. Честно говоря, мне хочется взять мои арбалеты и объявить войну все-таки. Арабу, потому что, во-первых, мне эти арбалеты не нужны. Так, а вот эта херня мне тоже не нравится. Так, и пушки надо заканчивать, потому что у меня не будет денег. Ну, ладно, давайте реальный Редфорд строить пока. Там все не будет денег капнуть их во рту. Ни хрена юнитов у Генуи. Ну, то есть, я готов потерять эти арбалеты. Я не собираюсь их в... 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 гатлинге апгрейдить. Играет музыка. Играет музыка. не пока тут стоим поляк ливнул потому что в его сторону американец поставил город поляк ливнул что у меня типа нету места расселяться и ливнул почему перс ливнул неизвестно они первые по очкам потому что мы играем на божестве то есть у компьютера бонусы на божестве в чем и даже не на императоре у компьютер компьютер на божестве сейчас но нам точно надо начинать уже мешать арабу смысл тут я очень обрадуюсь если перс еще и гао обратит мне точно точно зороастризм больше нравится чем православия что там пагода ну вера от пустыни так и храмы еще плюс два счастья дают вполне может зря так откровенно подхожу но ждать тут нету смысла больше блин а вот этот арабский скаут том месте мне тоже не нравится ну ладно у нас пушка построится ну явно высадится что нибудь пограбить я следующим ходом уже буду войну объявлять может пока туда рыцаря кстати перебросить это катя кто-то подкупил дариуса прикиньте мне войну объявить так и кто мне значит про ватикан но это не ватикан это вильнюса время надо здесь тререму построить сначала не буду могу обстреливать и в миссионеров но не буду зачем пускай обращают я думаю это араб дал денег зачем-то персу чтобы он мне войну объявил ну я не хочу пока вот час войну объявлять арабу чтобы убить и причем галера не убьет его галера не убить и убить его а вот и все и все и все и все Вот эта каравала, конечно, персидская Сейчас может ко мне заехать Это очень неприятно будет Араб Деньги? Ну, захватил город Во-первых, это деньги Во-вторых, у него уникальное здание Ну, правда, у него сейчас минус 7 Он мог дань Подходит к Самарканду Берет дань, нападает А потом с Гену и взял дань, нападает Не, я думаю, Араб увидел, что я подвожу юниты И решил так поступить Бля Что, минус 2 каравана здесь Надо было сначала трюрему построить Поставить сюда Конечно За крепость Ладно, давайте тут начнем Вот так Поставим Тут на помощь Нашей трюреми надо идти Нашей трюреми надо идти Нашей трюреми надо идти А, мне американец войну объявил. Ну, зато интереснее станет играть. У них что, защитный пакт, что ли, был? Блин, а как-то посмотреть? Не, по-моему, тут должно быть написано, если защитный пакт. Он, по-моему, сам войну объявил. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Блин, мне из-за отсутствия ресурсов я не могу нормально ничего строить. Блин, как люди могут играть без стратегического баланса? У меня нету лошадей, нету железа. Сиди, кукуй. Просто нету начальных ресурсов никаких. Как это играть? Блин, у него минус 10 счастья, прикиньте. Зачем он города берет? У него минус 10 счастья. Блин, у него минус 10 счастья. Через реку, да? Все они там переговариваются. Он говорит, где мои юниты. Поэтому, например, американец Гену засоюзил, чтобы она меня атаковала. Видите, Триремой не убивается. Так, а с кем я тут воюю? Кызил, Женева, Ватикан, Генуя, Антона Норио. Кызил, Женева, Ватикан, Генуя, Антона Норио. Кызил, Женева, Ватикан, Генуя, Антона Норио. Слушайте, Гамилькар Барка, он же карфагенец. Почему я не могу использовать способность карфагена через горы тогда бегать? Что-то нечестно получается, нет? Гамилькар Барка, он же карфагенец. Минус 24 у чувака У него 12 несчастья Что такое? Не, наверное, не хочу Можем убить Как бы Идея не то, чтобы сильно эту армию сохранить Скорее вот это вот Я могу слить Арбалеты особенно Так газу прям Женева и Антона Нариву Берут Блин, мне жалко рыцаря Ну, я просто надеюсь, что я тут разграблю Так, хост Ну, надо за поляка голосовать Чтобы американец не получил Он, наверное, там сейчас араба подговорит за себя проголосовать Субтитры сделал DimaTorzok Ну, у нас один ход просто до Редфорта Уже я его дострою Потом Заинженерю Блин, ладно Хочу, наверное, вылечиться А просто с Козилой еще могут прийти, ребята Рыцарем снизу можно реку оббежать Вот тут ты имеешь в виду Тут, что как ни оббегай У него тут явно юниты стоят Вот здесь Поэтому Тяжковато будет Лучше его вы... О, вот так выманивать Ой, а как ты его так Уничтожил Так, Редфорд наш Зашибись Блин Уже плывут Как он во фрегаты вы? Он, блядь Он что, знает что-то? Что за херь? Это не значит, что города мои будут взяты Но тот факт, что он пошел во фрегаты И, ну, явно у него не так много Ну, Вашингтон, например, да, на этом На побережье Это, конечно Очень странно Так Как-то нам тут надо так юниты расположить Блин, ну что, в каравеллы? Не в каравеллы, точнее, в кабуксона эти Три хода Блин, ну надо Короче К сожалению, придется Ученого прожигать Причем даже Даже во фрегаты похоже Убили, наконец, арабского шпиона, кстати и Это, по таку Тут ждем Когда мастерская построится Потому что надо на производство А не на еду отправлять Я во фрегаты Чтобы сепорт сделать А не ради самих фрегатов Ну может быть я еще куплю У кого-нибудь У Польши Либо Перса Железо Вообще-то у меня есть хотя бы одно железо Как минимум Блин, что так у меня юнитов много Просто не успел Походить всеми Я надеюсь, что он сейчас будет рыцаря атаковать А не поедет дальше Вильнюс мне уже войну объявил Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну то есть араб проголосовал за американца Прикиньте Они там тимплееры что ли? Мне надо турталшипов побольше Потому что я могу тут заткнуть этот проход Чтобы он не проехал сюда Ага, и рыцари поехали Два турталшипа Потом можно Так Продаст ли мне Так, Дариус не хочет Наверное пока мир Да, не продаст ли мне Польша Железо За мрамор Нет, нельзя мне Нет, нельзя мне Прожгем уже все Наверное Хотя Можно подержать пока Вдруг до свободы доживем Да, не выйдет апнуть пушки Во рту Меня больше интересует У американца откуда Столько денег С таким количеством городов Шесть городов Через волю Но тем не менее По производству я Первый Сейчас надо будет Ремонтировать Явно Да блин Я просто не успеваю Ходить Тогаза мне тут Не особо важные Я планировал отсюда На Атланту А потом решил Что я отсюда пойду Блин, я тут забыл про араба Отступать надо Отступать надо Свою Свою Пилоскоп Purem Нету ни железа, ни лошадей Кайф Так, газу пулику, а зачем? Все равно берет не американец, а ГГшки А смысл о мире говорить? Так хоть интереснее играть Согласны? Следующим ходом буду писателей прожигать Так, тут опять же ждем достройки мастерской Я ему напишу, что типа я готов Разговаривать о мире Но не буду разговаривать о мире Топ 5 аниме предательств О, видите, ГГшка Я не думаю, что часто кто-то видит Как ГГшки захватывают города Она, он ее сожгет, по идее То есть Тагаза принадлежит Женеве Олигно левым свернулся В этот В рулончик и лежит себе спокойно где-то Тагаза принадлежит Женеве А че, типа американец меня не атакует Раз мы разговоры о мире ведем Или что Не могу его атаковать здесь, потому что он в клетке океана стоит Я разграбил Одну рыбацкую лодку Но это уже не так неприятно, как когда у меня пантеон был Тагаза принадлежит Женеве Нет, арта ничего не требует Поэтому она и хороший юнит Мой Такой же, б я ему еще дань платил Тагаза принадлежит Женеве Думал, у меня не будет фрегатов, да? Да, никакого мира не будет у нас Своюем Так, а ученых у меня пока больше нету, да? А будут? Что думаешь, у меня ученым надо... Да, следующим ходом Надо ученым арту открыть Ладно, сиппорт нету смысла Он, скорее всего, тут пробьется И будет... Грабить там Ну, мешать, короче, мне здесь всячески Давайте, наверное, еще Тортлшип пока У Америки 53 золота в ход При этом у него есть армия какая-то Откуда у него деньги? Кто-нибудь может объяснить? Откуда у Америки деньги просто? Какие караваны в ГГ? У меня все ГГ со мной воюют В какие ГГ караваны? Окей ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ВЫСТРЕЛ ТРЕВОЖ안 ИН sav minus 4 ВЫСТРЕЛ Продолжение следует... Так, прожигаемся в арту. Два хода. Можно пушку как раз делать. А здесь нельзя, потому что эта пушка появится. В Милитаре Академии. Так, нам надо шпиона, я думаю, уже пересаживать в Чикаго. К сожалению, мы никак... Не можем апнуть, да? Эти пушки. Нам надо новую арту строить. Просто. А, караваны про Америку было? Это что он отправил в ГГшки? Возможно. Ладно, уже прожгем полностью. Закроем. Ну, не закроем, но просто в рационализме больше брать этого не надо. Нету смысла еще брать. Будем в защите стоять. Пора бы там несчастье просто выше крыши. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, кабуксонов мне уже достаточно Повезло опять же С проливом, может быть этот и убьет Не, видите, мы даже Ему не хватает трех фрегатов Чтобы убить кабуксон Он, правда, прокачан на две против Морских юнитов, но Они сами пусть эти кабуксоны Конечно, мощные Так, все, можно тут начинать Пушки делать ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, пока стоим ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надеюсь, вдруг я там На арабские караваны наткнусь Нам главное Хоть какую-то арту уже построить И уже по-другому пойдет Слушайте, она тягает тут Зоопарки строят Тут тоже арту давайте Тут надо достроить Этот Как его Универ А вот там пока Так ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас лошадки Не, железо закончилось А железо нам Для Фрегата Надо, да? Блин, как у меня Кабуксоны хороши Ну Ушка, к сожалению Ну и повезло, что Как бы тут С этой стороны Вот так только Пройти Можно А кто Мекку берет Что это За прикол То есть Пока он тут На меня нападает Там Агрессивные Варвары Ему Люлей Отвешивают Зачем Это предложение И отзыв А, ему там Все пограбили О О Так Это ты вовремя Все сделал Ну все Америка Карачун Тебе Террителли Какой Персидский Этот Зупынитесь Он Со мной Тоже в войне Между прочим Он даже не хочет Мириться Ну, потому что Это компуктер Тут Придется Фрегат Уводить Потому что У нас Теперь минус Видите Минус 50% К Силе юнитов Из-за отсутствия Железа Я еще раз посмотрю Знаете, сейчас Пушки не построятся Они превратятся Во рту И будет Наверное Еще два хода Скорее всего Строить их Надо будет Три Ступай А, нет Это построилось О, кайф Да Валяй Там ложки По всей По всей Раковине По всей Так Перс Ну, американец Предлагает мир Естественно Я не буду Соглашаться Это просто Меняй-ка Буксон И В ус Не дуй Как говорится Да Железо Никак Не Получ Слушайте А может Меня араб Продаст А у него Нету Нифига Не железо Ну Лошади У него На Или верблюда Не требуют Лошади Я что-то Не помню У него Снег У него Лошади Сейчас Снег Снег В надо вот тут встать потому что тут всего два фрегата могут меня обстреливать даже шпион в чикаго приедет о наконец-то ну ладно меня задолбал тот миссионер честно говоря ой я его зачем-то захватил думаю тут все эти грешки так с генуи можно как раз мир заключить и он сразу и перекупает снова кстати араб не хочет генуи захватить а 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 я говорю что я стримы теперь не сохраняю я сейчас записываю видео убирая оттуда паузы и потом выложу как видео этот стрим не сохранится но если вы проголосуете за то чтобы это эту катку выложите а потом выложу как как видео они как стрим то есть там не будет ни ваших сообщений в чате ничего вот этого не сохранится пол хитпоинт по этих половину хитпоинтов сразу минус в городе нормально а может пускай убивает арбалет и теперь надо пробиваться здесь сквозь рыцарей где а 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 Епоминондос. Епоминондос. Знакомый ваш какой-нибудь, знаете, такого? Епоминондоса. Дорогу за Пусан. Да, кстати. Это надо. Почему вот так меня туда ведут? А потому что тут Гена сидит. Дорогу. Дорогу. Так, что-то у меня тут генералов много. Так, перепутал тут с ними. Явно намудрил. Блин, или есть проплыв. Ну, тоже в одну клетку. Я сейчас оставлю там кабуксон. И все. И что он сделает? Скажите, или это у меня три генерала? Не, у меня два генерала. Надо еще мрамор пойти. Отремонтировать. Да я знаю. Тут надюпать называется. И писатели, и... Когда апаешь самолеты. Тоже можно больше самолетов сделать. Нафиг надо. Есть... Люди могут себе просто деньги нарисовать и купить их. И все. Ну, то есть, зачем? Нет. Тем. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан! Добро пожаловать в 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 Казахстан! Хера, он столько фрегатов, наделайся, он не может пройти здесь Он двумя фрегатами может только атаковать, просто зачем Ну то есть, у чувака до хера железо до хера? Это хост, нет хост линолеум у нас, сорян Который не поставил стратегический баланс И сиди страдай тут с этим Надо, может золотой век запустить Хоть денюжка пойдет Странно, а что он решил этого атаковать? Продолжение следует... Хана, походу... Надо проатакую... Я просто никуда отойти не могу здесь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Минус пять, он уже поприятнее Минус четыре, кайф Немножко подняли Че он разное обстреливает? Не, не хочу торговцев ставить пока в спецы Чтоб города росли, чтоб хоть какое-то производство было Спасибо Хотя, вот этого можно поставить, да Здесь не надо ставить А, тут... Тут и нету рынка Сюда вот этот И у нас не растет город А он и так не растет Ну что ты меня сейчас за дорогу разграбишь здесь? Толщие... Конечно Толщие, конечно Ну что... Не теряй бриф Так。 Толщие... Так. У посот amenities Продолжение следует... 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 Мне сейчас нужна арта Мне сейчас нужна арта Чтобы его юниты убивать А не город То есть вот отсюда Тут же у него не стоит никакие юниты Вообще Смысл сюда Ставить Так, поскакали Бум Такая маза Бум Фингал под глазом Такая маза А, пускай Убьет мне Лошадь эту Так, в Сеуле тоже протестантизм А что там у него вообще? А, мечети Но можно купить, кстати Не помешает Подождите, он здесь Это, наверное, этот город Сангая Обработал Ну, еще кавалерию В столице мы кавалерию Хреначим Это же протокую его Настолько тут Такая вот техника Такая моя механика Блин, забыл, что я за лошадьми сюда шел Так, а тут же нету дороги Да, нету Нарисована дорога Но, на самом деле, ее нету Так, ну, сейчас мы не используем Ученых Да ладно, уехал, прикиньте Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Это просто расстрел Его юнитов Сейчас еще пару кавалерии Мы тут продавливаем Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому А что он тут ремонтирует Может, мне его забрать Пускай он из Чикаго обстреляет Но рабочего мы заберем Как-то странно Лучше бы он из Чикаго обстрелял О, а, вот так он решил Ну, просто мне этот пушка Вот здесь как-то ничего уже не делала Походу, фрегатики у него закончились А я тут проплыть не могу Можно было продать А можно было рабочего его захватить Он там что-то строит То есть это как минимум на один ход Мы ему отложили постройку Сколько там уже этих потерял Своих Минитменов Кубоксон продать Я думал тут поставить Следить за арабом У араба как раз вот два морских города А этот и этот Как раз если он тут что-то решит Как-то может вот сюда даже Если он что-то решит плыть Я увижу Ну, по-моему Партия достойна еще Парочки Донатиков нет Или так, не очень Спасибо большое Видите, уже Четыре часа стримлю Не отойти Ничего Приходится обедать С вами Что не отложил Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Ах, ты ж гад Хотел Кавалерию мою убить Ты посмотри И убил Так, ладно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Вот это не честно Что они провели То есть это просто Вся Вся способность Моей цивилизации Нивелируется Вот этой херней В обычных Нормальных играх Запрещено Вообще Вот это предлагать Кстати Я проголосую За его Потому что у меня Ну то есть Это мне тоже даст Бонус Бонус Ну Американец Говорит Что ему надо идти Видимо Ну я считаю Что я тут выигрываю А если я убиваю Американца Араб На последнем месте По всему Производство Просто В три раза меньше По Пятнадцать технологий Отставания Не знаю Тут очевидно Что мы Чикаго Продавливаем Ладно Давайте Проголосуем В чатике Выкладывать Эту партию Или нет Да Все Вопрос Появился В чате Мы не знаем Сделали он действия Этим Ходом Или нет На самом деле Мы же не видим Походил там рабочий Или не походил Ну знаете Закон Не он Понимаете Это тоже У меня тоже Дела появляются Когда я проигрываю В партии Тоже чем-то лучше Интересным Более другим Интересным Заняться Чем тут Пытаться Ну смотрите Ну просто Чикаго берется Чикаго берется Тут просто вопрос Я уже перемолол ему У меня По производству Я Типа не сильно От него отстаю Перемалываю Эту Он сильно Отстает По науке Не так как араб Но нормально Отстает Давайте просто Выйдем Глянем 153 ход Давайте Загрузим Глянем Что там У него Просто У него Такое Расположение Он ничего Не может Мне сделать Вот знаете Я ему Все убиваю А он Мне сделать Ничего Не может Он не может Фрегатами Пройти В которых Он Вложился Он Он Не может До Моей Арты Добраться Потому что Она Через Через Этот Через Через горы Я просто Сижу Щелкаю Его Минутменов Нет Бабло тут Не решает Бабло Вообще Не решает У меня Уже Столько Армии Что Я даже Решил Фабрики Строить Вместо Того Чтобы Армию Делать А Он Вышел Он Смотрите Он Вышел В фабрике Вместо Чтобы Во рту Ити Прикиньте То есть Он Строит Фабрики Ему Еще До Арты Вон Сколько Ходов И Он Не Может Ее Там Двер Оксфордом Сделать Потому что Он Не Построил Везде Видите Он Он Строит Фабрики Он Сначала Вышел В фабрики Вместо Чтобы Сначала Выйти Во рту Нифига Себе А Это Что Такое А Ну Да Я Прожигал Ученых А Он Посадил А Мне Пришлось Прожечь Подожди Десять Он Еще И В школу Что Ли Вышел Ну Ему Еще Пять Ходов Дарты Я За Пять Ходов Чикаго Возьму Вот Смотрите У него Тут Столько Юнитов Ему Приходится Еще Делать Юниты Фрегаты Фрегатами Он Никак Не Может Ко Мне Зайти Потому Что В одну Клетку Проход Я Просто Его Держу Бедняга Прикол Да Мне Хотелось Караваны Посмотреть У Него Караваны Внутри Бегают Два Каравана А Знаете Что К нему Может Быть Да К нему Смотрите К нему Поляк Тоже Читы Подъехали К нему Поляк Отправляет Караваны Компьютер Поэтому Он С поляка Имеет Как минимум 15 Золота В ход Нечестно Снизу Поляк Смотрите А Женева Тагазу Так и Не Сожгла Между Прочем Женева Тагазу Так и Не Сожгла Ладно Похоже Неплохо Получилось Большинство 86% За то Чтобы Выложить Эту Партию Не Забудьте Заглянуть На огонек На мои Социальные Сети Подписаться На канал Если Вы Еще Нет Спасибо Что Смотрели Неплохой Стрим Получился Через Половину Часа И Записалось Даже Неплохо Но тут Прикол Знаете Получился Прикол В том Что Все Как-то В разное Играли Американец Через Волю Араб Через Набожность Если бы Араб Через Набожность Не играл Он бы Меня Снес Несомненно У него Просто Развитие Просто Никакое Что Что он Там Напринимал Пошел Дальше Волю Зачем-то Полностью Закрыл Набожность Пошел Волю Жалко Что Перс С поляком Понимаешь Если бы Поляк Не ливнул Например Он бы Мог напрягать Американцы Я бы Мне бы Проще Было С американцем Драться Я забрал Сангай Полностью Ну я Заслуживаю Тут побед Я тут Хоть что-то Делал В отличии От моих Соперников Имху Все На этом Все Играйте в умные игры Слава Беларуси Живе Украина Всем пока Слава Беларуси Слава Беларуси Слава Беларуси Слава Беларуси Слава Беларуси